МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средняя зарплата в Мариуполе – 5 437 гривен. По области эта цифра составляет 5 743 гривны. Зарплату ниже минимальной получают руководители 9 предприятий Центрального района, 26 Левобережного и 3 Приморского. На совещание пригласили представителей фирм, руководители которых получают меньше минимального оклада. По словам Юрия Кампова, руководитель одной из автомобильных школ получает оклад в 391 гривну. Согласно отчету, Фонд оплаты труда предприятия составляет 2373 гривны на четырех работников. У нас есть такая Бариупольская автомобильная школа товариста в восприятии обороне Украины. Да, представитель есть. Есть, да, представитель есть. Руководителя Юарданова Федора Михайловича заработная плата аж 391 гривна. Бухгалтер, присутствующий на заседании, сообщил, что информация является неправдивой. Потому что у руководителя такой зарплаты поднимут. То есть вы сейчас официально сообщаете о том, что ваш бухгалтер, проделывая отчетность... Конкретно я бухгалтер. Отчет по один из самых создается вовремя. Минимальная зарплата не начисляется никому. У нас минимальная зарплата у дворника 1512 гривен. Она выше минимал. То есть, здесь какие-то неточности в информации. Это надо проверить. Значит, я предлагаю просто прислать представителя пенсионного фонда налоговой службы. Пусть они придут, проверят и дадут свои резюме. На другом предприятии заработная плата составляет 1378 гривен. На повышение, говорят бизнесмены, денег нет. Заказчиков нет. Налоги неподъемные. А что делать, если минималку поднимут до 3200 гривен, они даже не представляют. Но если нет, то нет денег, за счет чего повышать зарплату. Если вот сейчас будет зарплата 3200, вообще непонятно, что как будем выживать. Два часа дня будем работать. Он просто закрываться и все. Мы с удовольствием повысили зарплату, если доход у нас был... ...продвестный вам. Сколько налогов? Угу. Все налоги проплачиваются в ревне, то, что у нас есть лови дверяки, то, что мы как-то стараемся, все половина везли даже. Угу. У нас еще идет налог на землю, идет налог на недвижимость, правда, это не шанс, налога проплачивается. Во всех, да. Угу. Ну, конечно, налоги надо рассматривать. Ну, это тоже проплачивается. Тогда будет понятно, планируется ли все-таки повышение минимальной заработной платы или нет. Я скажу, что министерство финансов сейчас прорабатывает этот вопрос, потому что все мы прекрасно понимаем, какая это нагрузка на фонд оплаты труда предпринимателей, предприятий. И ситуация у нас сегодня не самая лучшая для того, чтобы повышать заработные платы до 3200 гривен. Но мы в любом случае будем ждать 15-го числа, 15-го ноября будет принятие предварительного проекта бюджета на следующий год. И мы будем понимать, какие заработные платы будут, минимальные заработные платы, как мы будем жить в следующем году. Всего на встречу были приглашены 29 представителей бизнеса. Большая часть из них не пришла. Юрий Кампов отметил, что власти хотели узнать у бизнесменов, что же им мешает платить белую зарплату. Хотели провести диалог с бизнесом, услышать, что мешает бизнесу платить официальную заработную плату, какие проблемы. Предприниматели же считают, что вопрос смешной. И ответ на него понятен даже далеким от бизнеса. Отсутствие заказов и высокие налоги.